Здравствуйте, друзья! Штукатурные работы в городе Краснодар. Данное видео с обзором выполненной работы для наших будущих заказчиков, потому что у нас в прайсе есть название услуга «Высококачественная штукатурка стен», есть ее стоимость, но нет понимания у обывателя, что это за штукатурка, чем она отличается от других исполнителей и за что он, собственно, будет платить. Сегодня я об этом и расскажу. Начнем с того, что до начала штукатурных работ мы с заказчиком составляем технический дизайн-проект его квартиры, из которого мы выясняем, что, оказывается, у нас есть ненужные перегородки от застройщика, есть нужные перегородки, которые отсутствуют, и будем их возводить из гипсокартона, допустим. Итак, выяснили, до начала штукатурных работ нам нужен технический дизайн-проект. Далее до начала штукатурных работ производится весь демонтаж. После демонтажа идет подготовка к штукатурке. Это что такое подготовка? Это грунтовка, основание. Очень важно грунтовать качественными составами, потому что есть составы, которые, к примеру, есть две канистры грунтовки в магазине, есть за 300 рублей, есть за 900 рублей. Вы, как обыватель, не видите разницы, абсолютно никакой. Но я вам скажу, что грунтовка за 300 рублей не стоит своих 300 рублей. Это дорого. Дорого 300 рублей. Потому что, если вы возьмете 10 литров воды и обработаете перед штукатуркой стену этой водой, вы не увидите никакой разницы, что грунтовка за 300 рублей, что вода. Грунтовка за 900 рублей, она дает очень видимый результат и эффект. Поэтому используется качественная грунтовка. Далее, плиточный клей. Плиточный клей используется для клеевой насечки. Для этого используется тоже хороший плиточный клей с классификацией С2. То есть, есть клея очень разные, у них есть классификация по ГОСТу, используется С2, потому что он препятствует, он увеличивает адгезию и препятствует появлению трещин, так как является пластичным, гибким после высыхания. Для чего нужен плиточный клей? Плиточный клей нужен в первую очередь для обработки гладких бетонных поверхностей, не бетоноконтакт, ни в коем случае бетоноконтакт. Плиточный клей, клеевая насечка выполняется по гладким бетонным поверхностям. Далее, плиточный клей нужен для армировки стыков разнородных оснований. В тех местах, где у нас идет блок и, допустим, монолит, и они встречаются на ровной стене, и все это нужно заштукатурить, после штукатурки появится трещина. Чтобы ее не было, мы используем плиточный клей и серпянку. Серпянка – это стекловолоконная такая сетка. Наносим слой клея, вклеиваем туда серпянку, следом еще слой клея и клеевая насечка с заступом примерно 10 см на одну и 10 см на другую сторону. Далее это все штукатурится. Таким образом мы препятствуем появлению трещин. Трещин не будет. Трещины эти очень неприятные. Они хоть и являются микротрещинами, бывает, что они и увеличатся в размерах. Ну, к примеру, у вас есть гладкая стена, она стоит боком к свету, к нашему окну, и после поклейки обоев, через год вы уже заехали, живете, у вас дома тепло, появляется складка, значительная такая складка, выступ там на 5 мм на обоях. С ней уже ничего нельзя сделать, только снимать обои, штробить, армировать и клеить обои заново шпаклевать. Такой процесс, который вряд ли кто-то осмелится и, скорее всего, будет жить с этой складкой и говорить, что вот строители плохие. Мы строители хорошие, мы по умолчанию все эти места проходим. То есть мы не штукатурим стену, пока мы это не сделаем. Потому что я знаю, чем это грозит. И мы, это услуги, есть услуги, которые по умолчанию. То есть грунтовка по умолчанию, вы не можете от нее отказаться, если вы заказываете штукатурку. Армировка стыков, она по умолчанию, вы не можете от нее отказаться. Далее, удаление маяков. Все маяки у нас удалены. Для чего? Не потому, что они ржавеют. Забудьте про этот бред из интернета. Они ржавеют при нарушении технологии. У нас технологии не нарушаются, поэтому у нас, даже если бы мы их оставили, они бы не заржавели. Удаляем их для того, чтобы зачистить всю поверхность правилом. То есть штукатурка в момент набора прочности, схватывания, она то расширяется, то сужается. Все эти процессы известны мастеру. А маяк в этот момент, он не сужается и не расширяется. Поэтому, чтобы он не препятствовал выравниванию поверхности, он удаляется. И мы получаем очень качественный результат. То есть, если мы сейчас возьмем правило. Качество штукатурки измеряется правилом двухметровым. Новым. У меня нет нового. Сейчас, секунду. Вот. Есть. Ну, не два метра, здесь где-то метр семьдесят. В общем, вот есть новое правило. Качество штукатурки проверяется двухметровым правилом. И проверяется плоской стороной. Не острой, а плоской. И без купюр. Вы должны это знать, что чудес не бывает и требовать их от исполнителя тоже не стоит. Конечно, можно сделать идеально гладкую штукатурку, но это уже не штукатурка, это уже что-то другое. Итак, выяснили. Стены проверяются новым правилом, нерабочим. И проверяются тыльной стороной. Мы прикладываем к стене. У нас нет никаких просветов, щелей. Значит, штукатурка выполнена на отлично. Можем, конечно, взять и сделать острой стороной. Тут, естественно, вы видите просветы. Они незначительные, там до двух, до миллиметра. И они все в допусках. Это устраняется на этапе чистовых отделочных работ. Данная штукатурка после просыхания, она должна полностью высохнуть до начала чистовой отделки. И она зачищается уже жирафом, крупным абразивом под первый слой шпаклевки, под базовый слой шпаклевки. И получается идеальное просто качество поверхности с применением бокового проявочного света. На данном этапе для штукатурки это идеальный результат. То есть у нас есть следы от инструмента, какие-то полосы где-то, что-то. Это все допустимо для штукатурки, и нет никаких проблем абсолютно с этим. Далее углы 90 градусов. Углы 90 градусов по умолчанию делаются на кухне и в ванной комнате. Не все, а там, где будет устанавливаться кухня, на кухне конкретно, и в ванной, там, где будет устанавливаться именно ванна. Потому что это очень критически важные углы, и они тоже по умолчанию. То есть мы их не сделаем. Если вы не попросите, мы не сделаем их развернуты. Он по умолчанию будет 90. На кухне то же самое. Вы можете заказать все углы 90 градусов, но на мой взгляд это безумие, потому что, скорее всего, у вас бюджет на ремонт ограничен. Я не встречал заказчиков, у которых не ограничен бюджет на ремонт. Где-нибудь в геленджике, допустим, это актуально сделать все углы 90, сделать там, просто молиться над каждым с квадратным сантиметром в неделю. Это актуально, это допустимо. В обычных ремонтах и вам, как заказчику, это не нужно. Вы даже никогда не узнаете, что у вас там не 90. Потому что ремонт изначально, повторюсь, мы планируем и знаем, где что у нас будет стоять. Перепланировка, о которой многие говорят, к примеру, там, вот, а вдруг я захочу переставить мебель. Вы никогда не переставите мебель, потому что все комнаты, они идут, там нет вариантов планировки. То есть, если у нас вот есть комната, у нас вход в комнату вот здесь, соответственно, у нас вот здесь встает кровать. И мы не можем ее переставить на эту сторону, потому что вот эти зигзаги, они никому не нужны. У нас кровать всегда будет стоять в этом месте. То же самое касается встроенной мебели, которую мы на этапе ремонта делаем, и она всегда там будет стоять. Поэтому забудьте о какой-то перестановке, перепланировке. В сегодняшних ремонтах это не актуально, потому что у нас есть единственная правильная планировка, которую мы применяем, и с ней живем до продажи квартиры. Какая используется штукатурка? У нас используется штукатурка в таких белых мешках, синим, без красного. Короче, многие, я часто встречаю, там рассказывают, вот у нас только штукатурочка немецкого качества, и она просто идеальна. Так она и стоит дорого. То есть, для ее цены она ужасная. Вот взять ее стоимость, взять ее характеристики, она не соответствует этой стоимости. Мы берем штукатурку разумную, то есть цена, качество, все соответствует, и мы ее используем. Станет плохой, начнем использовать другую. Не топим за бренд. В стройке ни в коем случае нельзя топить ни за какой бренд. То есть, есть строители, которые ходят вот там с надписью какого-то бренда, используют только этот бренд, в видео везде у них только этот бренд. Я сразу вспоминаю докторов, которые выписывают только лекарства из рекламы, которые по телевизору рекламируют, и докторам только это лекарство всем выписывают. Очень неприятная ситуация. Еще забыл уточнить, что до начала штукатурок работы я снял все радиаторы, замотал краны от застройщика, которые здесь присутствуют. Вот обратим внимание, что я замотал краны, кто-то подумает, что вот этот скотч, от него клей не отмоется. Но мы включаем голову, и первый слой, когда мы заматываем, мы заматываем наружной стороной скотча, а потом переворачиваем и уже клеевой стороной скотча обматываем. То есть, у нас вот здесь вот он на трубе, видите, крутится просто. Потому что скотч не приклеен клея, там нету. И при этом мы используем самый дешевый скотч. И мы оставили штробы не отделанными для того, чтобы после завершения штукатурки навесить радиатор, выставить выводы на нужном месте, прикрутить их радиатор и оштукатурить эти штробы. Также у нас подготовлена штукатурка для штукатурки штроб после электрики, для того, чтобы материал был однородным. Часто бывает, что заштукатурили основную плоскость одним материалом, потом штробы штукатурят другим материалом. И в момент чистовых работ, когда мы зачищаем, получается один материал прочнее, другой мягче. И мы делаем дефект плоскости. То есть, шкурка мягкий материал выгрызает, а жесткий оставляет на месте. И, соответственно, возникают проблемы и сложности. Что увеличивает стоимость, не увеличивает, потому что это ошибка мастера. А увеличивает сроки немного ремонта. Поэтому у нас вот мешки стоят на месте. Также штукатурка откосов. Мы не штукатурим откосы на окнах и не штукатурим откосы входной двери. Почему? На окнах не штукатурим, потому что, на мой взгляд, намного удобнее работать с гипсокартоном. Мы клеим гипсокартон, ставим облицовочные уголки, и у нас очень качественные откосы, которые не трескаются, и ничего с ними не происходит. И они теплые, звукоизолирующие и так далее. Все свойства, которые вам нужны. Штукатурка по цене выходит то же самое, но, на мой взгляд, это такой кропотливый процесс, долгий, который никому не нужен. Вы, как пользователь, не увидите разницы ни между штукатуркой, ни между... То есть между штукатуркой и гипсокартоном вы не заметите разницы. Что касается входной двери, там единственный вариант, как сделать, это только дверные доборы. Забудьте, пожалуйста, про штукатурные откосы. Это долго, это дорого, это непрактично. Дверные доборы лишают вообще всех недостатков. То есть это и долговечно, и быстро, и практично. Вот еще обратим внимание, что торцы этих перегородок, этой перегородки, вот этой стены, мы не заштукатурили. Потому что здесь будет профиль гипсокартона, он крутится вот сюда, в профиль гипсокартона, и сам гипсокартон будет заходить внахлёст на перегородку и клеится на гипсовый клей сюда. Для того, чтобы у нас не было никаких трещин. А наружный угол обработается облицовочным уголком. Здесь, то есть эта перегородка на этапе демонтажа, она срезана на нужном месте. В лазерном уровне мы ее срезали. Здесь монолитное основание, и то же самое, у нас профиль крутится вот сюда, и гипсокартонный лист заходит вот сюда. Таким образом мы не штукатурим лишнее, и также обратим внимание, здесь загрунтованное, и вот металлический уголок. Раз, два, и во всех местах, где они есть под штукатуркой, они обработаны вот такой краской, которая препятствует появлению ржавчины, пока штукатурка не просохнет. Вот стена, которую мы заштукатурили, и получается, вы хоть как правило ставьте, вот так, вот так, вот так, она будет ровной. Конечно, правило надо длиннее использовать, двухметровое, это повторюсь, где-то метр семьдесят пять, потому что я метр восемьдесят, а он чуть короче. Она по-любому будет ровная. Почему? Потому что используется лазерный уровень, используется МАИТИ, и после завершения штукатурки она подрезается ровным правилом. Погрешности там до двух миллиметров на два метра, они допускаются. Даже само правило, вы сейчас возьмете правило, на нем такая погрешность от производителя. Возьмете лазерный уровень, на нем такая погрешность на вертикаль-горизонталь. Возьмете пузырьковый уровень, там до трех миллиметров допускается на один метр погрешность. Нет, не трех, а полмиллиметра на один метр. Поверхность идеальна для дальнейших отделочных работ. Надеюсь, был понятен. Заказывайте ремонт у нас. Штукатурку, вы можете, кстати, просто штукатурку заказать. Если у вас есть объем, вы готовы поставить четкую задачу, обращайтесь к нам, контакты под видео, и мы выполним все в лучшем виде. И проконсультируем по всем дальнейшим работам, если они требуются. Спасибо, пока!